МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учитель вымолвил, что снова занятие после похорон. Это строки, которые были написаны в блокадном Ленинграде. Для тех лет просто будничное событие из ряда подобных, к которым относятся без особых эмоций. В осаде Ленинград находился 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, болезней и бомбежек погибли сотни тысяч человек. В Лабытнанге живет свидетельница блокады Ленинграда Хиля Матвеевна Мелькова. Родилась 1 августа 1938 года в Ленинградской области. После полугода проживания в блокадном городе была эвакуирована по дороге жизни. Потом путешествие в Сибирь, а затем и на Ямал. О победе узнала в Оксарке. Потом Салихарское педучилище. Работала учителем в поселках Тамбе и Мыскаменный. С 1964 года в Лабытнанге. Во все скорбные даты, связанные с блокадой, она общается с детьми и молодежью. Рассказывает о событиях страшных лет. Я вот не потому, вот всегда отзываюсь на эти съемки, на эти разговоры, не потому, что там хочется что-то всколыхнуть у себя, а потому, что хочется, чтобы люди знали об этом, помнили, не забывали. И я хочу, вот как Ольга Федоровна Берголец сказала, что даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал Ленинградец на желтый снег пустынных площадей. Потому что одно время, посмотрите, как много говорили, что, ну, иногда сейчас сквозит, что никакой блокады и не было, что надо было сдаться в плен. И когда я вот последний раз была в Питере, нет, даже не последний, это пораньше было, я спросила там у знающих людей, экскурсоводов, что вот что бы произошло, если бы вдруг, самое, сдались ленинградцы, а экскурсоводы говорили, что нашли документы, где немецкие генералы обращаются к фюреру, Гитлеру, что что делать, если вдруг женщины и дети пойдут сдаваться под белым флагом. Приказ Гитлера расстреливать нам не нужны ни город, ни Москва, ни Ленинград, ни жители, мы их кормить не собираемся. Поэтому я считаю, что то, что Ленинград выстоял, то, что ленинградцы выстроили, то, что они выжили, это все-таки великий подвиг, и это защитили они не только город, они защитили культуру, они защитили народ, они защитили страну. Когда началась война и блокада, Хилии Матвеевне было три года. Когда началась война, мы жили недалеко от военного аэродрома, и поэтому, конечно, такие объекты начали бомбить в первую очередь. Это было, конечно, дико страшно. Старший брат, он прятался под стол и просил маму, мама, уедем туда, где нет войны. Ну, а мы, естественно, было страшно. Сначала бегали в бомбоубежище, потому что... Ну, представьте, 22 июня началась война, да? Отца сразу призвали на фронт. Правда, он был только что из госпиталя, и он рассчитывал на то, что его не возьмут. Он сказал, что, Вера, не волнуйся, я до военкомата и обратно. Но так его до сих пор обратно нет. Вот, поэтому она осталась с пятью детьми и шестым беременна. И 3 июля она родила 6, а 8 сентября началась блокада. И вот эта семья в этой блокаде, в этой бомбежке, в этом страхе. Это ж надо было собрать. Даже если, допустим, мы бежали в бомбоубежище, то это надо было собрать всех этих ребятишек, да? И младшего. И это надо было еще не волноваться, чтобы молоко не пропало, потому что младшего надо было кормить. И вот, так что надо было бежать и днем, и ночью. Днем-то еще ладно, страшно, конечно, но все все-таки на ногах. А ночью. А потом, когда уже наступил блокадный голод, когда силы уходили, как поднять этих детей? Как одеть их ночью? Как унести их на двух руках, 6 человек? Никак. И вот до сих пор вижу картинку. Мама. Ну, не надо говорить о том, какое выражение ее лица было. Это не описать. Маленький ребенок на руках. Ну, видимо, одной рукой держит, потому что другой она держала меня. Сестра бежала, держалась за юбку мамину. Там впереди еще трое. Ну, бегали-бегали. Наконец, выберись из сил. И мама сказала, что все. Сдвинула кровати и говорит, что попадет бомба, значит, судьба такая, значит, уйдем. Не попадет, значит, выживем. И вот так вот, сдвинув кровати, мы все спали в повалку, чтобы, если что случится, значит, случится со всеми. Не случится, значит, не случится. Потом, правда, мы переехали к тете. Она жила подальше от аэродрома. Вот, поэтому как-то там было немножко спокойнее, но все равно бегали в бомбоубежище. Вот. Она очень волновалась, потому что она была одна, у нее детей не было. И страшно ей было, конечно. Ну, а как оставить сестру с шестью детьми? Вот. Ну, она ругалась на маму, что вот, Вера, ты такая вот-вот. Ну, мама не плакала, не кричала, не отца моя, потому что, ну, а что кричать? Потому что, ну-ка, испугай еще детей своим криком. Посей в них панику. К началу блокады в городе, где проживало 2,5 миллиона человек, имелось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих. На озере также действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особо суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом привел к сотням тысяч смертей среди жителей. До начала блокады были введены продовольственные карточки. 18 июля 1941 года норма составляла 800 граммов хлеба. 2 сентября 1941 года нормы были снижены. Рабочим и инженерно-техническим работникам по 600 граммов, служащим по 400, детям и иждивенцам по 300 граммов. Всего имело место 5 снижений норм. Самая минимальная норма действовала с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. По ней полагалось к выдаче рабочим 250 граммов хлеба, всем остальным 125 граммов. Вот это норма. Стоит учесть, что были дни, когда этот кусок хлеба не прилагался к тарелке супа или каши. Это был завтрак, обед и ужин. Калорийность такого количества хлеба не могла восполнить затраты человеческого организма даже на простое существование, что привело к резкому скачку смертности от голода. За декабрь 1941 года в Ленинграде умерло от голода около 50 тысяч человек. И вот 27 ноября начались первые признаки каннибализма. В соседях у нас была семья. Две дочери, мама и сын. И вот сын ослабел первый, конечно. Холодильников тогда не было. Хранить негде было. И поэтому, когда узнали о том, что они питаются человечиной, пришли к ним на квартиру, под кроватью нашли только голову этого мальчика. Ну, лет 16 ему было. Их забирали. Вот их тихонько забирали, кто занимался каннибализмом. Куда делись эти люди? Потом я, уже когда выросла, я спрашивала, что вы не слышали о них? Нет, никто не слышал. Куда делись и как делись? Было и другое. Тетя Лиза. Мы потом вместе были в Оксарке. У нее было четверо детей. И она что сделала? Она младших посадила в переднюю. Со старшими ушла в глубокую квартиру. Ну и, конечно, карточками их пользовались. И получалось так, что им кусочек оставался больше, а младшие-то... И когда младшие просили, что мамочка, дай нам хоть водички, она говорит, что не дам, быстрее умрете. А мама у нас сказала так, пока есть, есть всем. И она делила на всех. Было, конечно, время, когда трое суток у нас немало расселки, ни у кого во рту не было. И я все вот думаю, теперь уже с высоты своих лет, что вот мы не просили, мы не кричали, мы не плакали. Мы только смотрели на нее. И выдержать шесть пар этих голодных, просящих глаз, это надо было иметь мужество. Это надо было иметь силы, чтобы выстоять, выдержать взгляд этих детей. Но что делать? Страдали-то не одни мы, страдали все. Поэтому приходилось терпеть, приходилось мучиться. И вот в 40 декабрь, январь, февраль 42-го года, это самое страшное время в Ленинграде, когда за этот месяц умерло 199 тысяч 876 человек за это время от голода. Поэтому это было страшное время. Сначала, понимаете, еще их подбирали, когда у людей силы были, а потом они оставались лежать на земле. Они лежали, их никто не трогал, потому что наклониться, даже посмотреть, у человека сил уже нет. Вот я теперь по себе знаю, бывает, голова кружится, когда попробуй наклонись, и сразу падаешь, а упал уже не подняться. Поэтому это было страшно. Конечно, конечно, был каннибализм. Конечно, сели всех кошек и собак, сели всех птичек, съели все, что могли. Но нас спасла картошка. Я думаю, так. Потому что мародеры-то были, они ходили. И к нам как-то пришли, хотели корову везти, уже ошейник отцепили. Чтобы колокол не звенел. Это папа, когда пришел с Финской войны, ремень свой военный дал, корове сделали ошейник, сделали это самое. И подперли квартиру нашу, вот самое, бревном. Что утром, когда мама с тетей захотели уйти, они не смогли. И когда все-таки, вот самое, военных там увидели, и постучали, чтобы они пришли, и, ну, самое, помогли им. Так вот, военные ели-еле, вот это бревно, бревно убрали. А когда пришли в стайку, корова стояла посреди стайки, и колокол валялся рядом. там, и кто-то кого, как спугнули, я не знаю, но спугнули. А за коровой, мама с тетей сделали, вырыли яму, и в эту яму сложили картошку. Сверху сделали, как навозную кучу, и здесь провели ручеек, чтобы туда, корове моча не попадало. И ночами потихоньку ходили, брали эту картошку. Ну, и... А корову после этого мама сдала на нужной Красной Армии. Ей дали справку о том, что потом после войны эту корову вернут. Но... То ли справка не понадобилась, то ли... То ли чего. После того, как замкнулось кольцо блокады, Ленинградская эвакуационная комиссия старалась вывести из города все нетрудоспособное население. С одной стороны, это было желание разгрузить город, вывести из него ленинградцев. С другой, спасти жизни женщин, детей и стариков. Частично это сделали по льду Ладожского озера. За время действия ледовой дороги с ноября 1941 года по апрель 1942 года из блокированного города было эвакуировано более 550 тысяч человек и доставлено в Ленинград 361 тысяча тонн грузов. Из них 262 тысячи тонн составило продовольствие. Это я хорошо помню. Машины были полуторки. В них не было этих брезентовых кузовов. Там просто были боковинки. И народу было набито столько, что там присесть даже не удалось. В общем, мы приехали стоя. И я сначала тоже ехала там в кузове. Но поскольку дорога неровная, ее на ухабах машину трясло, и поэтому эта толпа как-то на одном месте свалилась вся на меня. И меня еле-еле оттуда выручили. Я чуть не погибла там. И меня посадили с мамой в кабину. Но поскольку кабины эти были маленькие, был шофер, мама с маленьким ребенком, ну, это ватные одеяло завернуты, потому что это зима, это холод, то мне на сиденье места не досталось. Я на корточках стояла. Вот я, понимаете, я вот сколько рассказываю, объяснить мне никто не может. Вот там или это пол такой был, железяка такая, вот такими ромбиками выпуклыми, рифлеными эта железяка была украшена, но она почему-то ходила, гремела. И когда машина кренилась, то можно было видеть дорогу и колеса, которые крутились там. И, конечно, оттуда очень сильно дуло. Было очень холодно. Я плакала, а мама уговаривала меня, что Хили, не плачь, приедем на землю, там дадут нам горячего супа, дадут хлеба. Ну, я представлю суп, представлю хлеб, вроде это как согреет ненадолго, перестану плакать, а все равно голод и холод берут свое. И я опять начинаю плакать. А потом вдруг я стояла на корочке, так резко, резко дернула машину, что я оказалась на ногах. И вижу, как это самое полынья, колеса нашей машины стоят у самой полыньи, на передних-то машинах не видно. А потом я узнала, что две машины ушли под лед, а наша, видимо, Господь спас нас и дал реакцию шоферу, что он успел затормозить. Ну и как-то, во всяком случае, вот у самой кромки, что это ладожская вода, лизала колеса. И было, конечно, очень жутко. Было очень страшно. И страшно не только тогда, до сих пор. Потому что я как-то думала, что этот страх прошел, что прошли годы, все забылось. И это было на четвертом курсе в Салихардского педучилища. У нас был такой предмет ГСЗ, готов к самозащите. И вот Гушанокович, наш преподаватель, принес вот эту сирену воздушной тревоги. И когда он ее завел, когда она загудела, вы знаете, вот описать невозможно, какой страх вот откуда-то оттуда. Вот оно пошло. И аж волосы на голове зашевелились. Тогда я поняла, что этот страх никуда не делся. Он в подкорке так и живет. Он живет со мной. И всю мою жизнь. Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Все, конечно, было. Все было. И страшно было. И голодно было. И хорошо было, потому что это сближало людей. Они, люди, даже в такое страшное время, они помогали друг другу. Они не оставляли друг друга в беде. Ну, сколько могли. Я не говорю о том, что там помощь была велика. Ну, иногда просто поддержать, чтобы человек поднялся. И иногда просто сказать теплое слово. Иногда дать глоточек кипятку. Это тоже большое дело. Сейчас в открытом доступе можно найти любую информацию о блокаде Ленинграда. Кинокадры, массу воспоминаний очевидцев, архивные документы. Изучая их, возникает вопрос. А что мог сделать лично я во время блокады, чтобы достойно ее пережить? Задайте его и себе. Ответы – главная ценность современной памяти о блокадном Ленинграде. Изучая материалы о ней, наткнулся на такую фразу. Память о блокаде больше всего нужна тем, кто никогда в ней не был. Редактор субтитров А.Семкин